Тюменский легион Тюменского штаба гостей не осталось выбора. Вратаря Павла Гущина заменил Алексей Щитилин, который еще до первого перерыва пропустил от Марка Толкачева. Правда и легионеры к тому моменту сумели забросить. Большинство реализовал капитан Александр Головин, оформивший свою 11-ю шайбу в сезоне. Второй период тоже не обнадежил. Дубль у реактора оформил Чевелев. Автором шестой пробоины в обороне легиона стал Максим Полькин. Казалось, задача гостей на третий отрезок станет не позволить нижнекамцам сделать счет двузначным. Но у тюменцев на полную заработало большинство. За предыдущие 30 с лишним матча они отличились лишь 9 раз, имея численное преимущество. А в этой встрече добавили еще 4 шайбы. К заброшенному в первом периоде голу Головина в заключительном отрезке добавились два точных выстрела защитника Максима Богданова и красивая комбинация, которую броском в пустые ворота завершил Андрей Коваленко. 6-4. После чего уже хозяева сменили вратаря и полноценный камбэк гостей предотвратили. Следующий матч Тюменский легион проведет 7 и 8 декабря в Альметьевске против Спутника. Юные самбисты Тюмени с трофеями вернулись из Екатеринбурга. Они на открытом турнире выиграли 8 медалей и одержали победу в командном зачете. Соревнования посвящались Всероссийскому дню самбо и собрали свыше 200 ребят из разных регионов Уральского федерального округа. Золото в своих категориях завоевали Ефим Падьянов, Артем Катугин, Антон Ахмадулин и Владимир Кичигин. Другие воспитанники тренера спортшколы Центра дзюдо Кирилла Михалева стали обладателями бронзы. Хоккеисты Рубина продолжили победную серию в рамках чемпионата ВХЛ, обыграв на домашней площадке ХК Ростов. Поединок с соперником, который замыкает третий десяток команд лиги, дался непросто. Уже в стартовой 20-минутке сибиряки испытали разочарование после решения бригады арбитров. Виталий Зотов отправил шайбу в сетку южан, но судьи определили помеху голкиперу в площади ворот. Но достучаться до своих подопечных Михаил Звягин смог не сразу. Во втором отрезке тюменцы дважды действовали в формате 5 на 3, но успеха не снискали. Как не разговариваешь, как нет. Но два периода сегодня таких минеральных удобрений возили. В принципе, такие же матчи у нас были и с Рязанью, и с Пензой, и со всеми. А потому гневу наставника не было предела, когда гости вышли вперед. Андрей Алексеев воспользовался пространством в свободной зоне и отправил шайбу в дальний угол. Но Рубиновых вытащил их снайпер Денис Давыдов. В концовке второго периода он в меньшинстве убежал к воротам ростовчан и сравнял цифры на табло. Хотя было очевидно, что этого недостаточно. А потому нападающий оформил дубль в заключительном отрезке. Поймав кураж, тюменцы забросили еще и в большинстве. Евгений Петриков зарядил от синей линии, и шайба от рикошетив от игрока Ростова оказалась в сетке. Это событие пришлось очень кстати, ведь гости тоже смогли реализовать формат 5 на 4. На пятаке преуспел Василий Микинин. Валевая победа сибиряков 3-2. Конечно, довольны. Начинаем домашнюю серию с победы. Дома в последний раз давно играли, поэтому всех с победы и болельщиков спасибо за то, что сегодня пришли. Довольны. В следующий раз тюменцы выйдут на лед 7 декабря. Их ожидает матч с Воронежским Бураном. Русская классика совсем рядом. Матч под открытым небом в рамках чемпионата ВХЛ между Рубином и Курганским за Уральем состоится 22 декабря на футбольном стадионе «Геолог». Ретро-поединок венчает празднование 60-летия профессионального хоккея в Тюмени. Работы на стадионе идут полным ходом. Заливается лед, строятся временные трибуны, которые рассчитаны на почти 4000 болельщиков. В Тюмени мы всегда приезжаем с хорошим настроением, потому что команда в том году показала потрясающий хоккей, завоевала золотые медали. И в этом году идет на первом месте. Что касается подготовки к русской классике, то здесь, конечно, в первую очередь хотелось бы сказать спасибо руководству клуба Александру Анатольевичу Попову. Потому что все вопросы решаются оперативно. Удобство болельщиков – приоритет организатора, поэтому с любого места будет открываться великолепный обзор на лед. Организацией прямого эфира займется агентство спортивных новостей «Тюменская арена», которое покажет русскую классику на матч ТВ, КХЛ-ТВ и Тюменском времени. Болельщики все помнят, они с удовольствием приходят, приводят своих детей, смотрят, как это все происходит. Это настоящий праздник. Это все, конечно, для болельщиков. Русская классика пройдет восьмой раз в истории, поэтому праздник не ограничится встречей Рубины и Зауралья. За день до ее начала на лед геолога в Галамаче выйдут ветераны лиги и тюменские звезды хоккея. В Казани прошли соревнования по спортивной гимнастике «Олимпика Кап». Представительница Ишима Юлия Маджара, выступавшая по программе второго разряда, выиграла сразу пять медалей. Она взяла золото в опорном прыжке и вольных упражнениях. Серебро заработало в соревнованиях на брусьях и бревне. В совокупности эти результаты позволили ей стать второй в многоборье. В соревнованиях по третьему разряду Елизавета Струнина стала лучшей на брусьях. София Яковлева и Анна Ключникова в упражнениях на брусьях взяли соответственно серебро и бронзу.